Тема нефтеразлива в Ухтинском районе остается одной из актуальных в регионе. На заседании правительства Коми подвели предварительные итоги происшествия, говорили о причинах, последствиях и дополнительных природоохранных мерах. Информация о том, что основным источником нефтезагрязнения явились старые скважины, не подтвердилась. Министр природных ресурсов Роман Палшветкин действия по устранению разлива расписал практически пошагово. Причина, по его словам, вовсе не в разгремитизации старых скважин. Их благополучно зацементировали. Нефть в реку попала из швамовой ямы, шахты, компании «Ярега нефть» через старые очистные сооружения. Пока что там установлен дополнительный гидрозатвор. Но ремонтировать свою инфраструктуру промышленникам необходимо в экстренном порядке. О том, что очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют правоохранным требованиям, комиссия указывала на протяжении последних двух лет. Проброс нефтяной пленки осуществляется там. Проестественные ее улавливают и проводят соответствующие мероприятия. Но очистные сооружения требуют реконструкции и модернизации. И чем быстрее, тем лучше. Знаю, что сегодня принято решение на уровне Лукоэл-Коми спроектировать новые очистные модернизации. И в 2017 году эти мероприятия будут реализованы. Соответственно, будут пущены в строй новые очистные сооружения, что очень важно для этой территории. Сейчас содержание нефтепродуктов на сегодняшнюю дату составляет 0,007 мг на дециметр кубический при нормативе 0,05. То есть мы имеем, причем это рыбохозяйственное значение, а не питьевое рыбохозяйственное, причем мы имеем абсолютное непревышение и, соответственно, все в пределах качества. Хотел бы сказать, что нагрузка на очистные сооружения, которые сегодня имеются, она снизится у нас буквально к сентябрю месяцу. К сентябрю месяцу мы запускаем установку новую совершенно по подготовке сдачи нефти, которая примет полностью подготовку на себя, так сказать, освободив тот участок подготовки нефти, который был уже назван как источник возможной причины этой аварии. И будет запущена водоподготовительная установка, которая полностью воду заберет на себя и будет использоваться не для сброса уже, а будет использоваться для выделения пары, для того, чтобы использовать на парогенерацию. Сейчас по решению комиссии ПЧС дополнительно обследуют берега водоохранных зон и донные отложения рек Яриги, Ухты, Ижмы и ручья Малый Вайвош силами нефтедобывающего предприятия лесничества и комитета по охране окружающей среды. Зачистка остаточных загрязнений продолжается. Полную рекультивацию нарушенных земель и водных объектов недропользователь проведет до 1 октября. Работу будет принимать республиканская комиссия, в составе которой будут и общественники. Я хочу, чтобы средства массовой информации еще раз от меня услышали, что работа была организована с участием общественности, что никто не остался без соответствующего информирования. Но подчеркиваю еще один факт. Мы даем информацию только тогда, когда она выверена и проверена. Мониторинг будет продолжаться не только до сдачи объектов. Гарантия на земельные участки 2 года на водные 3, поэтому комиссия сможет отозвать решение в любой момент. С привлечением научных организаций сейчас разрабатывают комплекс мероприятий по защите водных объектов и высчитывают ущерб, который нефтяники должны восполнить, в том числе и в виде зарыбления водоемов. Результаты выполнения природоохранных программ будут публиковаться на сайте Минприроды. Все материалы направлены в Печорскую природоохранную прокуратуру и Следственное управление КОМИ.